На канале репортер колонка редактора я по-прежнему Виталий Хеми. Традиционно два раза в месяц мы говорим о спорте, ну или около спорте. Это время настало. На минувшей уже неделе сборная Украины по футболу де-факто попрощалась со своими шансами на участие в чемпионате мира. Конечно, теоретические шансы еще сохраняются. Нужно в гостях обыграть сборную Боснии и Герцеговины, при этом чтобы в других матчах ситуация складывалась в пользу нашей сборной. Ну вот представьте себе, украинская сборная, которая в отборе одержала одну победу в шести матчах, должна будет обыгрывать в гостях соперника, которому тоже что-то от этой игры нужно. Вы знаете, накануне матчей против Финляндии, против Боснии было много разговоров о тренерских решениях Александра Петракова. Напомню, Александр Петраков был в авральном порядке назначен главным тренером сборной Украины после того, как неожиданно из сборной ушел Андрей Шевченко. Это, кстати, тоже отдельная история, мы ее обязательно коснемся. Александр Петраков за несколько недель работы наставником успел показать себя в роли, если не какого-то медиа, не киллера, но по крайней мере что-то приближенное к этому. Грубил журналистам, резко отвечал, затем проводил пресс-конференции длительностью 37 слов. Ну, не это главное. Главное, я опять-таки повторю, его профессиональные качества, а именно тренерские ходы. Александр Петраков, человек, который всю свою жизнь работал с молодежью, показал, что он не умеет работать с состоявшимися взрослыми людьми. Яркий тому пример, и уже все говорят, что Петракович был неправ, я поддерживаю этих людей, это не вызов Руслана Малиновского на осенние матчи сборной. Не секрет, что Руслан Малиновский один из самых одаренных, уже не перспективных, но уже состоявшихся игроков сборной. Мы видим по результатам самого Руслана в той игре, которую он демонстрирует в Бергамо, в серии А. Это лучший распасовщик сезона, это один из наиболее обустряющих игроков вообще в европейском футболе. В какой бы форме ни находился Руслан, мы знаем, что недавно он перенес серьезную операцию. И этот игрок, оказывается, Александру Петракову не нужен, потому что он не вписывается в одну схему. Представляете, да, вот тренер главной сборной, который играет по одной схеме все матчи. И Малиновский ему не подходит. Налицо личностный конфликт. Александр Петраков мог проявить себя со стороны педагога, умудренного сединами преподавателя, наставника. Он этого делать не стал. Он сознательно пошел на конфликт, чтобы показать, я здесь главный, а то, что ты играешь где-то там в Италии, играешь на позиции атакующего полузащитника, раздаешь передачи, создаешь голы. Мне это неинтересно. Конечно же, Петраков в этой ситуации виноват, но я опять-таки вернусь к тому, что говорил чуть раньше. Петраков играет в одну схему, по одной схеме, а Малиновский может играть на самых разных позициях. От опорного полузащитника до второго или третьего нападающего. То есть, при желании Петраков мог внедрить, использовать Малиновского где угодно, с пользой для сборной. Петраков отказался от Малиновского. Сборной Малиновский не помог, особенно это было видно в матче во Львове против Боснии Грицогевина, когда атакующее звено выдохлось, устало, и Петраков сам об этом признался, что просто на скамейке не оказалось человека, кем бы я мог усилить игру. А по чьей вине не оказалось, Петраков не сказал, но мы сами прекрасно понимаем, что по вине именно главного тренера, который пошел на конфликт со своим одним из лучших исполнителей и отказался сознательно накануне важнейших матчей. До матча во Львове у Петракова была значительная поддержка, все псевдоэксперты начали говорить о том, что Малиновский ничего такого не показывает, на Евро он был так себе, пусть за сборную играет так, как за Таланту. Не читайте таких экспертов, таких спикеров, что может быть хуже дилетантской точки зрения. Есть много других полезных источников, если вы действительно следите за футболом, вам подробно расскажут о плюсах и положительных сторонах Руслана Малиновского. Но корень проблемы в той ситуации, в которой оказалась сборная, реально проблематична, это ведь не только Петраков. Почему Петраков вообще занимает место главного тренера сборной? А занимает он ввиду непрофессионализма той команды, которая сейчас находится в Украинской ассоциации футбола во главе с Андреем Павелко. Об этом нужно говорить. Мы после Олимпиады, помните, так прошлись по Национальному олимпийскому комитету. Сейчас я считаю, что время уже давно пришло Украинской ассоциации футбола и его руководство. К Андрею Шевченко, который так неожиданно испарился, сказал, что с ним просто не продлили контракт, можно по-разному относиться именно как к тренеру. Да, это живая легенда украинского футбола, место в пантеоне ему обеспечено практически навсегда. Как к тренеру он еще, на мой взгляд, не состоялся, но это другой вопрос. То, как с ним расстались, это свинство, это скотское отношение. То, как это комментировали, тем более. И то, что мы видим, как наспех был назначен Петраков за 5-6 дней до первого матча, так не делается. При этом Украинская ассоциация футбола, ее руководство, это такой непотопляемый, да, непотопляемый Титаник, который уже давно столкнулся с айсбергом, ну, находится на плаву. А все почему? Потому что руководство этой организации, во главе с Андреем Павелко, заручилось поддержкой всех региональных федераций, всех местных областных федераций. Летом проходили выборы, это очень забавные есть видеоматериалы, как это все происходило, какие благодарности в адрес руководства звучали. Вот раньше ничего не делалось в украинском футболе, в украинском клубном футболе, и вот только с приходом таких профессионалов. Вот уже несколько лет мы все выше и выше растем, у нас все хорошо. Это все понятно. Эти все заседания проходили в стиле партийных собраний в советскую эпоху, ничего нового. Но печально другое, что когда пришло время комментировать позицию назначения Александра Петракова, позицию Андрея Павелко и ухода Андрея Шевченко и его штаба, в региональных федерациях комментировали так. И хорошо, что Шевченко ушел вместе со штабом, потому что те деньги, которые платились итальянским специалистам в штабе Шевченко, можно было тратить на детский футбол. Люди ушли, вот теперь заживем. Представляете, вот даже такое вот звучало. Меня это удивило, огорчило. И я понимаю, что в украинском футболе, клубном футболе, футболе национальных сборных, молодежном футболе еще много лет ничего не изменится в лучшую сторону. Это был такой специализированный, узкоспециализированный выпуск колонки редактора. Я уж думаю, вы меня простите, но я знаю, что нас смотрят и те, кто переживает за национальную сборную, за одесский черноморец, а о черноморце мы поговорим как-нибудь позже обязательно, тем более и так достаточно времени мы в нашей колонке ему уделяли. Подумайте о перспективах вообще украинского спорта, я помогу вам в этом разобраться. Это была колонка редактора Виталий Хеми. Смотрите репортер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова